Светлана Анатольевна, Светлана Анатольевна Светлана Анатольевна Светлана Анатольевна Светлана Анатольевна Другой вопрос, что, конечно, всегда были пациенты с таким олигопрогрессированием, с какими-то единичными проявлениями заболевания. Но надо понимать, что, конечно, популяция таких пациентов невелика. Может быть, мы будем видеть увеличение доли этих пациентов при сегодня таком массовом активном использовании таргетных препаратов и иммуно-онкологических препаратов в большей степени, потому что мы видим, что они меняют свойства болезни, в том числе и риски развития отдаленных метастазов. Когда мы говорим о результатах исследования конкретно для вот этой популяции пациентов, то, в общем, понимаем, что в связи с такой относительной малочисленностью никогда специальных исследований именно для четвертой стадии болезни не проводилось. И, в общем, мы сейчас будем оперировать с вами уже известными нам результатами исследования по одевантной терапии, о котором уже и мои коллеги говорили. Но, кроме того, вот эта группа пациентов прогностически она тоже очень разнородная. И если, скажем, пациенты, например, с единичным метастазом в нерегиональных лимфоузлах или метастазах кожи, по прогнозу, в общем, их можно как-то сопоставить с третьей стадией болезни, то, конечно, пациенты с солитарным поражением головного мозга или печени или легких – это прогностически совершенно другая когорта. Поэтому очень сложно и практически невозможно, скажем, какие-то универсальные давать рекомендации. Все равно мы в каждом случае будем для такого пациента принимать решения на индивидуальной основе, но, конечно, принимая во внимание те результаты, которые, тем не менее, у нас сегодня есть. Ну и вопрос, вот насколько мы можем, так скажем, прямо переносить результаты адювантных программ или неоадювантных программ, полученных для третьей стадии болезни, на четвертую, ну просто сегодня на этот вопрос такого нет однозначного ответа. Ну вот здесь я выбрала те исследования, куда все-таки входили пациенты с четвертой стадии болезни. Сразу видно, да, что очень небольшое количество этих исследований, потому что первоначально пациенты, скажем, в рандомизированное исследование с энтерфероном практически никогда не включались. И вот самые первые исследования, это исследование Е1609 и исследование СВОК-1404, вот это были первые два таких крупных исследования, куда включались пациенты и с резицированными отдаленными метастазами. Хотя мы видим, что, конечно, доля этих пациентов была очень и очень невелика. И, ну, по сути, отдельного анализа именно для четвертой стадии в рамках этих исследований не проводилось. А вот дальше, последующие исследования, уже мы видим, что, в общем, доля увеличивается пациентов с четвертой стадии. И, в общем, у нас уже такое более объективные данные появляются в руках. Ну, тем не менее, все-таки я буквально два слова вот об этих программах скажу, потому что первое из этих исследований интересно тем, что эпилемумаб напрямую сравнивался с эффективностью высоких дозэнтерферона. Это одно из самых первых исследований с эпилемумабом. И, в общем, использовались два разных режима эпилемумаба. Это режим высоких доз, как зарегистрированный на тот момент, так и режим низких доз эпилемумаба. И, ну, вот интересно получилось, что все-таки татистически значимые различия именно низких доз эпилемумаба по сравнению с высокими дозами интерферона были получены. А вот если говорить о высоких дозах, то тут таких существенных различий не было получено, что еще раз говорит о том, что все-таки интерфероны – это действующие препараты, а не плацебо. Ну, и отдельно в связи с малочисленностью группы отдельно не проводился анализ в этом исследовании для четвертой стадии. А вот другое исследование уже – это следующий этап, да, по срокам, это более позднее исследование. Там уже и эпилемумаб, и высокие дозы использовались как стандартная терапия, да, и ее эффективность сравнивалась с пембролизумабом. И вот это тоже одно из первых таких прямых сравнений пембролизумаба с другими опциями продемонстрировало нам существенное увеличение безрецидивной выживаемости в пользу пембролизумаба, хотя и отсутствие таких статистически значимых различий в общей выживаемости. Поэтому вот вопрос о том, все-таки насколько все более раннее назначение активных препаратов влияет именно на общую продолжительность жизни, он сегодня такой вот остается открытый, потому что, ну, в принципе, мы оперируем все равно одними и теми же препаратами. И вот вопрос, да, только сдвигаем их по времени. Конечно, чем раньше мы начинаем, тем, ну, у нас ожидание, что мы должны увеличить общую продолжительность жизни, да, но пока вот у нас таких результатов, к сожалению, нет. Ну, вот в исследовании Чекмай-238 здесь уже четвертая стадия, как мы видим, ну, в такое достаточно существенное количество пациентов включалось в это исследование. Мы видим, это почти 20% от общего количества, это уже существенная цифра. И здесь была возможность сравнить эффективность невлумаба и эпилемумаба уже непосредственно у пациентов с редицированной четвертой стадией болезни. И, в общем, мы видим, ну, во-первых, что невлумаб также продемонстрировала свое преимущество в отношении улучшения безрецидивной выживаемости. И, в принципе, мы таких не видим очень существенных различий вообще в отдаленных цифрах безрецидивной выживаемости между третьей Б и четвертой стадии. Исследование Чекмей-915, Анна Игоревна коротко о нем сказала, тоже говорю о нем только потому, что все-таки количество пациентов было таким значимым с четвертой стадии, которые включались в это исследование. Это, ну, 13%, но, тем не менее, суммарно это уже 240 пациентов. И в этом исследовании также был поданализ проведен раздельно и для третьей стадии, и для четвертой стадии. И в одном, и в другом случае не было получено, ну, практически никаких различий между комбинированной иммунотерапией и монорежимом невлумаба. Вопрос, вот, действительно ли комбинация обладает равной эффективностью, ну, остается для меня открытым, потому что все-таки доза, низкая доза и пельмумаба, которая была использована в этом исследовании, возможно, была недостаточна для того, чтобы продемонстрировать все-таки действительно истинную эффективность комбинированной иммунотерапии. Мы все-таки четко знаем, что доза и пельмумаба влияет на эффективность терапии этим препаратом. Ну, а вот исследование, которое, вот, как раз, во-первых, первое, это было организовано именно для пациентов с олигопрогрессивными, такими олигометастазами хирургически удаленными, и в этом исследовании пациенты получали рандомизированное исследование, хотя и второй фазы. Ну, мы видим, что количество пациентов, конечно, очень суммарно, очень и очень невелико, это 167 больных, но здесь рандомизация была прямая в комбинированную иммунотерапию в ее стандартном виде, то есть эпилемумаб 3 мг, невелумаб 1 мг, это монорежим невелумаба, и это режим плацебо. И вот первые результаты этого исследования именно в отношении влияния на выживаемость безрецидивную действительно показали, что комбинированная иммунотерапия давала нам существенно более высокие показатели безрецидивной выживаемости. И это при том, что половина пациентов из комбинированной группы получила всего лишь два комбинированных введения из-за токсичности, у них, так сказать, не было возможности получить полную запланированную дозу, но, тем не менее, вот различия выживаемости, безрецидивной выживаемости, они очень и очень наглядно были видны. А вот когда в прошлом году уже продемонстрировали показатели общей выживаемости, то вот тут мы увидели, что в цифровом значении, да, как будто бы комбинированная иммунотерапия дает нам более высокие цифры отдаленной выживаемости. И в сравнении с плацебо это так и оказалось. Различия между плацебо и комбинированной группой были статистически значимы. А вот различия между комбинированной группой и неволумабом статистической значимости не достигли. И поэтому сегодня, да, вот возможность использования комбинированной иммунотерапии у пациентов с излеченной хирургическим образом четвертой стадии болезни включены в наши рекомендации, но все-таки мы должны, конечно, не забывать о переносимости лечения. Да, вот иммунит нам показал, что только 50% пациентов, вернее, половина пациентов смогли только два введения получить. И интересно сравнить частоту нежелательных явлений, особенно тяжелых, полученные в профилактических программах и в лечебных протоколах. Да, и мы видим, что если сравнивать, скажем, то, как переносятся антипедианты тела в адюванте и в при лечении метастатической болезни, и мы говорим о третьих, о третьих, ну, тяжелых нежелательных явлений, третьей и более степени тяжести, то, в общем, существенных различий мы здесь не видим. А вот если мы говорим о комбинированной иммунотерапии и эпилемумабе, то вот здесь все-таки частота тяжелых осложнений в адювантном режиме все-таки значительно выше, чем при использовании этой комбинированной иммунотерапии у пациентов с активной метастатической болезнью. Ну, разные объяснения этому даются, ну, в том числе, скажем, одно из таких обсуждаемых является то, что пациенты с удаленными метастазами не имеют такого выраженного супрессивного влияния опухоль на иммунную систему. Иммунная система более активна, и, соответственно, ее дополнительная активация как раз и приводит к повышению частоты тяжелых иммунопосредственных нежелательных явлений. И, ну, конечно, на месте не стоит наука, и мы видим, что сейчас идут и другие исследования уже и с другими препаратами, и в эти исследования также, ну, по крайней мере, в части из них также включаются пациенты с резицированной четвертой стадии болезни. И в этом плане, вот, на мой взгляд, такой очень большой интерес привлекает изучение комбинации второй иммуно-онкологической комбинации релатлимаба и неволумаба в адювантном режиме, учитывая то, что у пациентов с метастатической болезнью эта комбинация продемонстрировала достаточно высокую частоту объективных ответов, и, что не менее важно для именно использования в адювантном режиме, очень умеренную, такую выраженную токсичность. Поэтому, в общем, у этой комбинации есть все шансы на то, что результаты, вот, исследования Relativity 0,98, ну, с моей точки зрения, в общем, есть все шансы, что они окажутся позитивными, и вот эта комбинация может стать еще одной опцией, которую мы сможем использовать не только при третьей, но и при четвертой стадии болезни. Ну, а на сегодняшний день все-таки привожу данные вот этого метаанализа, куда были включены 27 рандомизированных исследований, больше 16,5 тысяч пациентов, которые участвовали именно в профилактических протоколах, и выводы, которые сделали авторам, что на сегодняшний день при сравнении оценки эффективности и переносивости антипедиантитела, в частности, невломаб и пембролизумаб являются предпочтительными видами адювантной терапии для пациентов из третьей и с четвертой стадии болезни. А вот для бераф-позитивной меланомы нам необходимо все-таки дополнительные исследования, которые бы вот сравнивали эффективность и переносимость антипедиантител и берафомекингибиторов. Ну, и поскольку следующее сообщение, я знаю, вот доктор Зинкевич нам представит, может быть, он как раз и расскажет, когда нам лучше назначать комбинированную таргетную терапию, а когда иммунотерапию антипедиантителами в адювантном режиме. Ну, и несколько слов о неоадювантной терапии. Анна Игоревна, в общем, достаточно подробно эту тему осветила, но для метастатической меланомы это еще такая, ну, то есть это то лечение, которое в самом начале своего пути стоит. При этом, конечно, у неоадювантной терапии при четвертой стадии, безусловно, есть потенциальные преимущества. Вот, ну, мы, конечно же, надеемся на то, что неоадювантная терапия в сравнении с адювантной терапией, ну, возможно, приведет к увеличению безрецидивной выживаемости, общей выживаемости. Пока у нас нет, к сожалению, таких данных. И другим важным фактором именно для четвертой стадии болезни это отсутствие отсрочки в начале системной терапии. Если мы говорим о неоадювантном лечении, опять же, в сравнении с адювантной терапией. Кроме того, мы можем выявить пациентов, с одной стороны, как чувствительной к терапию, и это, в свою очередь, в общем, может снизить необходимость использовать у пациентов другие потенциально тоже виды лечения с нежелательными явлениями. Это и более обширные, скажем, хирургические вмешательства, это дополнительное использование лучевой терапии. Так и это могут быть выявлены, да, и выявление таких пациентов с благоприятным прогнозом, ответивших на неоадювантный этап, также может использоваться для действительно персонализированного подхода к последующему лечению. Выявление пациентов с рефракторной болезнью тоже может быть очень важным этапом для, скажем, участия таких пациентов в клинических исследованиях, которые другие, там, принципиально другие препараты, например, изучают. Ну и тоже, как Анна Игоревна говорила, конечно, вот такой доступ к биологическому материалу на разных этапах лечения, безусловно, сыграет очень важную роль в, наконец, в разработке вот таких маркеров, которые нам, во-первых, позволят, так сказать, более углубленно понять, что происходит с болезнью на фоне лечения, и, возможно, наконец, у нас появятся маркеры, которые позволят нам проводить, предсказательные маркеры, которые позволят нам проводить отбор на лечение вот в зависимости от характеристик. Ну и, ну, не буду уже на этом останавливаться, Анна Игоревна говорила, очень небольшое количество пациентов с четвертой стадии вот в это исследование доктора Паттель включалось, поэтому тут говорить, насколько адювантная или неоадювантная программа влияет на выживаемость у пациентов в четвертой стадии, говорить сложно. Ну а достаточно большое количество исследований, которые уже дали нам определенное понимание о эффективности неоадювантного подхода, и, конечно, программы такие продолжаются. Ну и таким образом, вот в заключении, все-таки, мне хотелось бы сказать, что да, пациенты с метастатической болезнью, но с олигометастазами, несмотря на системный характер заболеваний, могут быть кандидаты для хирургического лечения, при этом, учитывая высокий риск прогрессирования у таких пациентов, мы должны и обсуждать назначение адювантной терапии, и, в общем, можем уже думать о использовании и неоадювантной терапии. Может быть, пока такие, так скажем, не так это отчетливо, вернее, у нас нет такого большого количества данных, но, возможно, все-таки, использование неоадювантной терапии обладает преимуществами над использованием только адювантной терапии. С моей точки зрения, все-таки сегодня наиболее эффективными в плане использования в неоадювантных режимах являются именно комбинации. Это и комбинация таргетных препаратов, и комбинация иммуно-онкологических препаратов. При этом тоже возможно, но полные патоморфологические ответы, достигнутые на комбинированной иммунотерапии, являются более длительными. Ну и достижение полного или почти полного патоморфологического ответа – это благоприятный прогностический фактор, который коррелирует с более высокой выживаемостью. А в зависимости от ответа у нас появляется сегодня возможность к дифференцированному подходу к последующей тактике лечения. Да, мы получили и очень большое количество вопросов, на которые сегодня нет однозначного ответа. Это и оптимальная длительность терапии. Да, у нас пока отсутствуют вот те самые предсказательные маркеры, как чувствительности, так и рефракторности. И пока все-таки у нас нету таких научно обоснованных рекомендаций вот по вот этой самой индивидуальной тактике. Если для пациентов с полным патоморфологическим ответом, ну, я, например, могу согласиться с тем, что за такими пациентами после удаления мы можем наблюдать, вот, то пациенты, конечно, с частичным патоморфологическим ответом требуют однозначно продолжения лечения, и тем более пациенты, которые не достигли ответа. Но вот вопрос, продолжать ли то, что мы уже начали, или пытаться переключать на другие препараты, если у нас есть такая возможность, это вот пока вопрос нерешенный. Но, безусловно, дальнейшие исследования, я думаю, позволят нам в далеком будущем получить ответы на эти вопросы. Благодарю за внимание. Продолжение следует...